Трисенту Мальмагутина Испичи Коментировали на сезоне Трисенту Мальмагутина Коментировали на фигу Ваши комментарии после игры? Жалко проигрывать Когда, в принципе По первому тайму Много удавалось из того, что планировали сделать И, конечно, глупый Второй мяч на ровном месте По сути заработали штрафной И дальше уже следствие Жаль, но как есть? Жаль, неподтихаемо заудить. Первый полчаса был издавлен. Мультивный второй гол, который был выполнен. Жаль, что это заудить. Если смотреть все 90 минуты, только одна замена, не хватило во втором тайме моментов создать, можно сказать, что Ляпай очень ждет трансферный период, чтобы чисто по численности увеличить состав? Да, ждем. Так и оно есть. Где вы видите на сегодняшний день и сегодняшней игре проблематичные зоны защиты центра или ползащиты? К сожалению, я не готов об этом говорить. Это сугубо только наша внутренняя кухня. Проблемы есть, и мы будем их решать. Пускай оппоненты наши смотрят за ними. Сказали, что штрафной на ровном месте. А сам удар, с вашей точки зрения, вратар должен был брать? Ну, я не знаю, должен был или нет. Конечно, когда удар с такой дальней дистанцией, то в любом случае, знаете как, чисто статистически, и все, что дальше двух метров штрафной площади, это уже ошибка вратаря, так по крайней мере считается. Но с учетом того, что сейчас достаточно быстрые мячи, и тут хорошее исполнение, поэтому мне трудно об этом говорить, хотя сам по себе удар, конечно, был шикарный. Можете какие-то параллели провести, если говорить про план Лепа, и как играть с игрой с Ригой, когда тоже 1-0 вели и удерживали, и с Валмерой что-то похожее хотели делать? Да, нет, не хотели. То, что после гола мы не все время были с мячом, это в большей степени заслуга у Валмеры, как, в принципе, и в игре с Ригой. Там не было четкого плана, что мы должны удерживать счет после забитого гола. Наоборот, считаю, что это в большей степени нам умешает, потому что, знаете, когда загибаешь быстро гол, тебе еще играть впереди куча времени, поэтому нужно продолжать играть в первую очередь, то есть либо наращивать преимущество, либо делать все, чтобы меньше было атак у твоих ворот. А что для этого нужно делать? Если ты с мячом находишься, то тебе, соответственно, не могут атаковать и не могут создавать команды соперника моменты. То есть если ты начинаешь к своим воротам прижиматься, то удары наносятся все ближе и ближе, и, соответственно, есть шанс того, что ты можешь получить гол. Поэтому нет, как-никак Валмеров все-таки лидер чемпионата, и поэтому в какой-то момент они взяли под контроль, и это больше их заслуга. Про атакующие действия вашей команды до конца удовлетворены, как игроки чувствуют друг друга? Нет слишком много индивидуализма в игроках, у вашей атакующей группы, у игроков? Не все у нас получается, как и любой тренер скажет любой команды. И совершенству нет предела. По поводу того, что много индивидуальных действий, ну, не согласен с этим. То есть нужно просто каждый эпизод отдельно рассматривать, тогда можно о чем-то более четко говорить. Про вообще судейское решение, про красная карточка Марты, также там Струмия, Фолл, как понимаем, Матривец тоже вратарь противников ударил. Как вы, знаете, все эпизоды увидели и какое ваше мнение? Ну, тем, что судья сам спровоцировал, по сути, вот эту нервозность. Вот. Потому что трактовал правила, на мой взгляд, по-разному. И, соответственно, в какой-то момент футболисты часто заводятся, когда чувствуют несправедливость. И в данном случае так оно и получилось. То есть там был Фолл. Судья не отреагировал, хотя до этого реагирует там, так как считает нужным. И, соответственно, потом уже команда на команду. То есть уже, знаете, как одно за другое. И поэтому, знаете, как... У нас Марта получает красную карточку, при этом у нас кара уходит с поля с фингалом. И как бы, ну, и все. А можете, пожалуйста, уточнить какой эпизод такой ключевой, когда поменялось и где не был дан Фолл? Так оно все в совокупности. Здесь же вопрос не в том, что судья как-то сует плохо, хорошо или ошибается или нет. Вопрос в последовательности. Если ты за одно и то же действие его трактуешь по-разному, то, соответственно, оно все бросает. То есть либо судья дает играть все эпизоды, либо, наоборот, каждое нарушение, каждый Фолл свистит, и тогда, соответственно, всем становится понятно. То есть как бы стиль судейства там, то есть оно последовательно. Когда на наш взгляд, да, возможно, я там на эмоциях ошибаюсь, но когда на наш взгляд, что один и тот же эпизод трактуется по-разному, то понятно, что так оно и происходит. Журджа Скалнс, Валмирс, главный тренер. ПЕЦ 3-1. ПЕЦ 3-1. ПЕЦ 3-1. ПЕЦ 3-1. ПЕЦ 3-1. ПЕЦ 3 человек everywhere будет начинителем с этим, как у него проблемы без минуты при busки consegu OAX. Ист deals к лидерам. Вакархдинами не были�и лидеры, и теперь цели обознавали, что лидеры, речь идет о лидерах. Протам, мы знаем, что это будет круто, но это неизбежно. И так же мы будем мать муку, но мы будем мать муку, но талак, но лаба. И какие-то, которые неизбежны, которые вы неизбежны за нокректной командой? Да, да. И диктивы. И есть многое клубы, и медиа, но это будет... Эдмун, или нет? Я неизбежный. Типа, что это прежде, чем выиграли. Смешно, я вам покажу. В шутке мальчиков и вернутся, а у нас есть команда, и у меня есть компания, и нет слов. Исты лидеры. Урая ритом Валмира будет лидеры. Можем лидеры уже не лидеры Мальчиков, а у Липа не только четыре команды, помните, что это все будет с вами. У нас есть свои проблемы с остальными. Продолжение следует... Nācās mazliet, pacelt balsi puslaikā, un otrā puslaikā mēs bijām citu komandu laukumā, dominējām un uzskat, ka pelnīt uzvarījām. Varbūt vēl par sākuma sastāvu izvēlēm, par taktiskajiem lēmumiem atkal, jo ko tu redzējām augstāk, un džibu pēc, laikam, 5 vai 6 spēļu esamības pamatsastāvā soliņā, kas bija tie vadmotīvi? Ātrums un daisukes apjoms, ko daisukes var veikt. Gribējām vairāk viņu izmantot tieši kreisējām malā, kas viņam nav ērt tā mala, bet tieši dēļ Roberta savaļnieku. Zinām, ka Marta tik daudz nepieslēdzās uzbrukumiem, un līdz ar to mēnā ir mums tāds slinkāks aizsardzības darbībās, tad viņš tajā situācijā bija ļoti, teiksim tā, ļoti labā pozīcijā, lai, principā, nestrādāt aizsardzībā. Un daisuki savukārt tika līdzi, tika līdzi savaļniekam, bet, zinot viņu abu to savu pārliecību par saviem spēkiem, gan dais, gan meno, un par to, kurās pozīcijās viņiem labāk patīk spēlēt, viņi pamainījās vietām un negribēja vairs mainīties atpakaļ. Bet spēle arī parādīja, ka arī meni tiek galā ar Robertu savaļnieku, un īsti, lai arī ielaidām vārtus ar to mali, bet, nu, tas bija mūsu kļūda spēc, nevisā, ka Liepāja kaut ko izveidoja. Aizprincipāt, zinājām Liepājas bilda pie tās augtā izēno vārtiem, laukuma vidus daļā zinājām, kā viņi presingo, bija vēl dažas niances, kuras varējām pielietot pret Liepājas presingu, bet, dimžos šodien, tas nebija vajadzīgs. Lai gan saki, ka jūs tīstie līderi un pretinieks nav top 4, bet tie uzvaras vārti otrā pusliek sākumā ar neordināru, vai vienkārši ar Želisko meistrību no standarda situāti, es nevis teiksim, ka jūs nospiedāt viņus kaut kādā pozicionālā spiedienā. Vai tu domā, ka, ja nebūtu šie vārti tik un tā nospiestu? Es domāju, ka mēs tik un tā nospiestu. Jau pie pirmajiem ielaistiem vārtiem varat paprasīt Artiem Tiena, mēs viņam nosauca spēles rezultātu, un pēc katram gurtiem vārtiem, es viņam teicu Arti, kāda rezultāts tev nosauca. Es viņam pateicu 3-4-1 pie 0-1. Es redzēju, kā Liepāja kustās. Es nesaku, ka Liepāja no top 4 komandu, tā kālotra reiz piemēnēju, ka gan es jau atbildēju, ka Liepāja ir top 4 komandu. Vienkārši šodien Liepāja nespēlēja un zinājām, ka agravai vēl viņu nolūzīs. Viņiem bija zālē laukums, mākslīgais laukums, tagad tā kā zālē laukums, smagas spēles, rezerves nav, tāds pats sastāvs, īsti, ko pastiprināt, nav. Agravai vēl viņu nolūzīs, tāpēc arī palikamaiņā gan dojs, palikamaiņā gan džips, gan sila gadze. Zinājām, ka, ja arī nebūtu vēl nospieduši, kā tu saka līdz tam, šie spēlētāji nākot laukumā principā būtu piebeiguši. Vēl gribu paveicāt par tām konfliktu epizodēm. Arī pretnieku treneris Ševskis nebija apmierināts ar tiesāšanu un teica, ka nebija konsekvences, un, ka tiesnesis izraisījis tādas konflikta situācijas, kā tu to redzi? Vai bija arī jābūt sarkanajām kārtītēm nevis tikai uz soliņa, bet arī kādam laukumā, kas atrodas? Nezinu, neredzēju to epizodi. Es redzēju, kā viņi sākās tālāk, tur jau spēlētājs gulēja zemē, visi kāp viņam virsū, tas man liekas tādīs necienīgi tur pa vidu, ka tur visi viņam, bet vai tur bija jābūt sarkanāts? Piesnesis kaut kur izlaida spēli, bet šeit es, man pat liekas drīzāk, ka viņi ar rokām jau iepriekšējais epidozes, trumi četrus reizes pārkāp noteikums, pirmā puslaikā divus, līdz tajai epizodei. Tas pats ūk pār rokām. Jā, kaut kur ir mēs, bet es domāju, ka tas vienkārši jau gāja, vilkās, 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 un bija laika jautājums, kā tas uzsprāks pēc tādām masām epizodēm, kuras pirms tam netika traktēti kā pārkāpēc. Noslēgumā, vai var teikt, ka to arī dod baigi lielo brīvības savas komandas spēlētājiem, jo tiešām dažādas neordināras epizodes ir redzamas spēles gaitā, ka, piemēram, centra aizsargs apspēlē divus pretiniekus pie savas sodu laukumā, vai balsta pusargs Želisko aiziet presingā visu pretinieku vārdsargam, vai tāpat Matrevic, tur arpas sodu laukumu lidoja. Tādas neordināras, ka nav tādu ciešu, ciešu rāmis visiem spēlētājiem. Rāmi ir, ir rāmi, bet nav rāmi pa pozīcijām. Katrs Želisko pamēt savu vietu, viņa vietā ir cits pret Liepāju. Tās ir tās nianses pret Liepājas presinga, ka viņi ap divu malēju, gan Karašauskas, gan Bilākoviča presingo malēju centra aizsargs no malām. Ja mums Želisko iesēdies ar centra aizsargiem no malām, tad ir tikai driblīgi, tu tādi presingi ļoti vienkārši var uzlaust. Šodien darīja gan Balodis, gan Jakuba. Tā doma bija, kad jau neaizies samainīt viņas pusēm, lai kreizo kā āipā, Jakuba var iet iekšā no labās malas un Balodis otrādi. Mēs bijām gatavi dažādām variantiem, lai mēs viņas uzlaust savīt.